Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Представляю вам обзор смартфона, небольшого смартфона HTC, HTC Desire. За этот образец, предоставленный для обзора, большое спасибо магазину Цифрос. Итак, с этим смартфоном я походил полный вчерашний день, и сегодня полдня я его тестирую, и, в общем-то, я уже могу сказать все его плюсы и минусы. Как таковых, учитывая цену, средняя цена на данный момент, начало октября 2013 года, составляет около 6 тысяч рублей. Есть меньше, есть больше. Ну и смартфон появился совсем недавно, и обзор снимается именно сейчас, октябрь 2013 года. Итак, как обычно, посмотрим внешний вид, покажу вам комплектацию, и расскажу, насколько удобно или неудобно пользоваться этим смартфоном. Расскажу о играх, не для игр смартфон это однозначно, и даже несколько не для фильмов. Но сильная сторона его, это, во-первых, он легкий, весит всего 100 грамм. Экран, несмотря на то, что относительно небольшой, 3,5 дюйма, разрешение 240х480, что, в общем-то, тоже не очень много. Но пикселизации, как таковой, не видно. Пользоваться им удобно. Углы обзора, в принципе, нормальные, но для кого это важно, не могу сказать, что ярко сильно падает. Еще к плюсам, это наличие FM-радиоприемника, очень хорошее качество связи, как разговорного динамика, так и меня хорошо слышно. И, наверное, все-таки дизайн. Он легкий, он маленький, легко умещается в карман, хорошо лежит в руке. На мой взгляд, такой телефон стоит брать либо как просто телефон-звонилка, по большему счету звонить, писать смс, ну и дополнительные функции выход в интернет, Wi-Fi, конечно, в нем есть, послушать музыку, может быть, фильмы посмотреть. Либо как второй телефон. Итак, дизайн. И пока показываю дизайн, покажу вам характеристики. Благо, они на коробке все написаны, все очень просто. Тут одноядерный процессор, 1 ГГц, Qualcomm. Встроенной памяти всего 4 ГБ, при том доступно всего 1 ГБ. Без карты памяти никуда. Например, даже скачал я MX Player, ну я через него видео смотрю, чтобы проверить. И он написал, что вставьте карту памяти. То есть реально памяти практически нет в аппарате. ГБ это ни о чем. Отмечу еще также высокое качество динамика. Я вам включу фильмы, покажу динамик здесь один. И играет достаточно громко. Даже удивительно для такого малыша. Дисплей, как и говорил, 3,5 дюйма. Камера 5 Мп без автофокуса. Но сразу скажу, фотографии на удивление ничего. Я думал, будет хуже. Нормально, в принципе. Видеозапись как обычно, ну не как обычно, а так себе средненькая. Вспышки также нет. Обратите внимание. Так же, как и нет камеры для скайпа, для видеозвонков. Но зато есть датчик приближения. И датчик освещенности даже также присутствует. В принципе, это основные характеристики. Чего-то такого больше добавить сложно. Теперь посмотрим внешний вид. Вот так вот выглядит лицевая сторона. Ну, стандартные андроидовские кнопки. Здесь еще, здесь точнее есть кнопка меню. Потому что на новых HTC от нее отказались почему-то. Динамик. Отмечу очень высокую громкость и четкость. Знаете, такое чувство, что даже лучше звук слышно, чем в каких-то дорогих телефонах. А их у меня очень много бывает на тестах. Сверху кнопка включения-выключения стандартный для HTC. И разъем под наушники стандартный 3,5 мм. С правой стороны кнопки громкости. С другой стороны подключение microUSB. И микрофон снизу. Все. По результатам тестов Antutu я, конечно, давно такого не видел. Сделал тест дважды. И получилось среднее значение. Там около 4000, грубо говоря. Сейчас посмотрите, увидите сами. 3800, по-моему. С другой стороны, я не могу сказать, что смартфон тормозной. То есть работает он, в принципе, так же, как и, наверное, последнее любое устройство Android, выпущенное, скажем так, хотя бы год назад. То есть, ну, на мой взгляд, каких-то явных подвисаний тормозов я не замечаю, несмотря на очень слабые характеристики технические. В принципе, все хорошо работает. Каких-то фирменных фишек от HTC нет. Единственное, что от старшей модели досталось, это, например, такая мелочь, но приятно. Можно смс, например, текст увеличивать. Яркость дисплея вполне приличная. Единственное, как и на старших моделях, хоть одним пальцем, хоть двумя, почему-то вот эта сильная сторона Android, шторка, и в HTC ее почему-то убрали. И приходится, чтобы залезть в меню, именно залезть в меню. Я не знаю, зачем они это сделали. Например, отключить Wi-Fi. Ну ладно, это, в принципе, мелочь. Не столь как бы, так вот. Просто привычно все привыкли к Android, именно шторка сверху. Что касается яркости, яркость, запас достаточно большой. Как и говорил, есть авторегулировка яркости. При желании ее можно включить. Но я сделаю ее на минимум, чтобы вам хорошо все было видно. В принципе, HTC Sense оболочка достаточно красивая. Версия Android, здесь смотрим, Android 4. Будет ли обновление на 4.1, не знаю. Да, если честно, наверное, и не нужно. Теперь покажу комплектацию и более подробно о телефоне. Да, перед тем, как перейти к комплектации, конечно же, покажу вам, как он открывается. Открывается он вот так. В принципе, ничего сложного. Снимаем крышку. И видим. Аккумулятор под аккумулятором. Ну уж ладно, покажу. Развелся. Сим-карта обычного размера. Не микросим, а обычная симка. Одна. И сюда мы можем поставить карту памяти. Вот, разъем под нее. Итак, пока телефон как раз я сейчас включу. Оставим его. Покажу вам комплектацию. Комплектация HTC Design 200. Ну, понятные инструкции, гарантийки. Есть зарядное устройство, хотя, конечно же, заряжается от компьютера и кабель USB-Micro-USB. Также хорошо, что в комплекте лежат достаточно неплохие наушники со сменными амбушюрами. Комплектация может отличаться, поэтому проверяйте. Потому что часто бывает, делаю обзор, комплектация одна, а может быть, в зависимости от поставки другая. Ну, наушники, может быть, другие, что-то еще. Я показываю вам комплект, который у меня в руках. По корпусу, ну, скрипов каких-то я не обнаружил. Хотя, если сильно нажать на крышку, она немножко прогинается. Учтите, что смартфон у меня два дня. Реально, он вчера целый день с ним ходил. Все, ну, как телефон, именно как звонить, если для звонка брать и для SMS, то абсолютно подходит. Корпус крепкий. Все, ну, вообще претензий как таковых нет. Сейчас он загрузится, и покажу вам еще мультимедийные его возможности. Сейчас. Загрузился, отлично. Так, меню я вам показывал. В принципе, ничего необычного. Оболочка стандартная. Еще раз пройдемся по ней. По игрушкам. Для тех, кому интересно. Я попытался скачать Real Racing 3. У меня это не получилось, к сожалению. Поддержка игр, конечно же, ожидать с одноядерным процессором очень невысокая. По большему счету, игрушки, какие-то вот гонки простые. Ну, самое большее, на мой взгляд, что пойдет, это 3D-игры относительно небольшого веса. Я сейчас запущу вам игрушку, которая весит немного, ресурсов требует немного. Быстрые гонки. Вот такие игры пойдут. Да, что-то, конечно, вот современное. Но оно либо просто не запустится. Да, заодно громкость динамика покажу вам. Громкость динамика, он здесь один. Если на стол положен смартфон, все равно слышно. Это, конечно, хорошо. Так, так, play, поехали. А, нужен нам этот быстрый матч. Да, поехали. Ну, динамик, кстати, можно закрыть при желании пальцем. Хотя, да не, нормально он расположен, кстати. Так, поехали. По чувствительности экрана никаких проблем я не обнаружил. Ну, то есть, все хорошо. Вообще, если мое мнение, то, конечно, многие будут сравнивать, писать, что там за эти деньги, там, грубо говоря, 6000, ну, плюс-минус. Есть дешевле, есть дороже. Можно купить либо чистого китайца, там будет и два ядра, и экран побольше. Либо, не знаю, там, можно взять ту же самую Nokia Lumia, например, там, 520, ну, грубо говоря. Каждый выбирает для себя сам. Вот такие гоночки идут. Я его и взял, этот аппарат на тест, исключительно из-за того, что в комментариях вы мне писали, что, Давид, возьми, если есть возможность, 200. Вот я его и взял и тестирую. Ну, в принципе, понятно, явных зависаний нет. Еще раз акцент. Для игрушек, на мой взгляд, аппарат абсолютно категорически не подходит. Может подойти, если вы ребенку, например, его покупаете, или сами у них играть не будете. То есть, поддержка игр будет минимальной. По видео. Мне действительно было интересно. Я очень часто вижу, как в путешествиях, например, сидят за столом люди с детьми с маленькими и дают им либо планшет, либо телефон для игр. Поэтому, если кто-то берет этот телефон для ребенка, то очень важно показать вам, как идут фильмы, ну, или мультфильмы. Я записал сюда два. Один формат МКВ Шрек, 700 мегабайт. Он реально подтормаживает. Второй Анастасия. Это жена меня попросила скачать. Сам я не смотрю мультики такие. Анастасия, это полтора гигабайта, но формат уже обычный АВИ. Итак, посмотрим. Если мы начинаем смотреть фильм формата АВИ, полтора гигабайта, записан на карту памяти. Тормозов особых я не заметил. Углы обзора заодно. То есть, углы обзора хорошие. Экран вообще неплохой. Пикселизации, как таковой, я не вижу, если даже сильно приглядываться. И Шрек. То есть, напомню, Шрек, это МКВ формат. Он сейчас очень распространен, очень много фильмов в нем. Но он подтормаживает. Видно, в принципе, сразу. Даже если мы поставим, конечно же, программный декодер через MX Player. В общем, подтормаживать сейчас покажу вам. Вот, видите. Посмотреть можно, но иногда подтормаживает. Ладно, с этим мы разобрались. Что касается, как мультимедиа, именно для музыки вполне подойдет. Громкость как динамика, так и в наушниках неплохая. Есть FM-радиоприемник, про который я говорил. Как обычно, конечно же, нужно подключить гарнитуру для того, чтобы он работал. Приемник работает хорошо, чувствительность высокая. Итак, ну что же. Все, что хотел об этом смартфоне, я вам рассказал. Фотографии достаточно неплохие. Примеры вы сможете посмотреть под этим видео на YouTube. В целом, аппарат неплохой. Но по цене, конечно, мне кажется, стоит его продавать немножко дешевле. Понимаю, что это HTC, это бренд. Но все-таки он такой простой. С другой стороны, выбор вообще 3,5 дюймов маленьких экранов очень небольшой. Относительно небольшой. И на техноконтроле будет сравнение трех смартфонов. Вот этих вот, три. И я делать еще буду по каждому из них обзор. Понимаю, что они многие не новые уже. Но я лично, мы с Сашей выбирали по Яндекс.Маркету. Вообще, именно 3,5 дюймов была задача взять смартфон. Их очень мало. Реально очень мало. И я еще не решил, стоит ли сюда 200-ю включать. Делать четыре сравнения. Так как все-таки 200-я, она совсем новая. А эти модели, в общем-то, новыми их назвать нельзя. Особенно вот эти. Ну, напишите, кстати, делать ли сравнение всех четырех моделей. Вот так, на техноконтроле. Либо, как, в общем-то, мы и планировали, делать сравнение вот из трех моделей. Вот она. И также еще будет обзор на новенькую Xperia M модель. Мне она предварительно очень понравилась. Неплохая. И будет обзор еще на High Screen Alpha Eyes. Вот. Ничего не напоминает. Вообще на iPhone похож, только огромный. Ну, и кнопки по-другому расположены. Здесь кнопки нет. А так вот, конечно, ну, скопировали, короче, iPhone. Вот. Ладно. Всем спасибо. Будут вопросы, как обычно, пишите. Итак, мое резюме по этому смартфону. Еще раз. Что тут хорошего? Несмотря на невысокое разрешение дисплея, тут по точкам я веду пикселей, в принципе, особо незаметно. Дисплей я могу назвать, ну, хорошим. Однозначно. Не могу сказать, что он плохой. С другой стороны, в темноте, например, все-таки, знаете, ну, даже на минимальной яркости глаза режет. То есть, все-таки не самый высокий, но и плохим назвать нельзя. Громкость динамика высокая. Вибро очень хорошая, кстати. В кармане куртки реально просто очень сильно. Именно как телефонные функции работают, ну, на 5 с плюсом. Дай бог всем флагманам так работать. Потому что качество звука очень высокое, несмотря на то, что это недорогая модель. По аккумулятору, кстати. Аккумулятор, емкость, я, честно говоря, уже не помню. Ну, здесь, сейчас скажу, сколько ради интереса. Сейчас, секунду. Аккумулятор 1230 мА. В принципе, немного. И могу сказать, что с утра он у меня был полностью заряжен. Вчера, когда я его взял на тест целый день. И, знаете, я на нем музыку не слушал. Фильмы не смотрел. Он был весь день со мной. И даже, знаете, где-то в 5 вечера аккумулятор сел где-то на треть, а то и на половину. Ну, сделал звонков, может быть, 5-6. Не то, что долго ни с кем не говорил. Ну, да, почту проверял периодически. То есть, пользовался 3G. Ну, то есть, могу сказать, что аппаратик проживет, скорее всего, день. Ну, если экономно, может быть, 2. Ну, то есть, аккумулятор садится достаточно быстро. У меня такое мнение сложилось. Именно вот за эти дни использования. Вообще, ну, именно вот свое резюме, как телефон именно небольшой, кому нужен. Именно как аппарат-телефон, в первую очередь, то, ну, однозначно рекомендую. Вполне подойдет. Как мультимедиа-устройство, но я вам все показал подробно. То есть, по звуку претензий нет. Звук хороший, если, ну, аудио слышать. А именно по видео, ну, подтормаживать может. Ну, что же, еще раз спасибо магазину Цифру за предоставленный образец. Спасибо всем вам, что смотрите, комментируете. И обязательно напишите в комментарии свое мнение. Понравился аппарат или не понравился и чем. Ну, что же, до новых выпусков. Впереди нас ждет много интересного. Счастливо всем. С уважением, Давид.